Всем привет друзья! Прежде чем мы начнем наш ролик, сразу хотел бы попросить вас подписаться на наш телеграм-канал, на группу ВКонтакте, на Дзен. Это все, так сказать, места, где мы не потеряемся, если YouTube накроется. Так что, если не хотите потерять, хотя бы подпишитесь на телеграм, я и QR-код вот сюда постараюсь прилепить. И ссылочки в описании добавлю. Ну а теперь начнем видео с того, что я возьму брусок стали 95Х18 и сделаю из нее супер-нож. Ну вообще, супер-нож, в моем понимании, это который долго держит заточку, который не ржавеет, который при этом очень прочный. И, что самое немаловажное, сделанный из достаточно дешевой и доступной стали. Так что, я решил взять 95Х18, она уже себя в наших предыдущих всяких экспериментах показала. Прям вообще супер-супер. Вот. И я не просто буду делать из этой стали, а я сделаю так, чтобы в центре нашей стали оказалось мягкое железо. Ну, обо всем поподробнее чуть дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что я сделал? Я пластинку нашу разрезал, зачистил сопрягаемые стороны. Еще из этой же стали 95Х18 я сделал той же толщины, два вот таких вот брусочка. У меня получается такой вот бутерброд. 95Х18, 95Х18. Посередине я через никелевую фольгу ставлю просто строительный уголок, сверху опять 95Х18 и наглухо все сварю электросваркой. Потом просто раскую, выкую клинок и обязательно нужно будет кончик обрезать под углом и перегнуть его, перековать, острие, так сказать, сформировать. Потому что если мы просто откуем клинок, то у нас вот эта мягкая железная часть выйдет где-то на режущей кромке, на острие. Нам это не нужно. Ну все, в теории все так, теперь переходим к практике. Я подумал, что фольга из никеля нам тут все же не нужна, так как диффузия углерода не будет настолько глубокой, а нагрева в подкварку будет мало. Теперь одна задача выковать полосу. Лыжа получилась весьма большая, отрежу от нее части для клинка, остальное куда-нибудь сгодится позже. Вот так у нас внутри выглядит поковка. Перековку острия я забыл снять, но ничего страшного, вы видели это у меня уже не один раз на канале. Итак, что мы сделали? Отковали наш клинок. Как вы уже поняли, внутри 95Х18 у нас пластина. Из строительного уголка, пластилинового железа, так сказать. Но на обухе, в этом вот месте, она выходит сюда. Значит, это место будет ржаветь. Я что хочу сделать? Я просто чуть-чуть прорежу болгарковое углубление и проволокой по нержавейке проварю это место. Но не хочу я, чтобы хоть что-то в нем ржавело снаружи. Я, кстати, вот и контуровку ему сделал, форму придал. Теперь надо просверлить отверстие. Я вот одно начал, я его отжег еще к тому же. Но сверло горит, тем не менее, надо как-то сверлить. Значит, я это сейчас все просверлю, сделаю черновые спуски, поставлю клеймо и перейдем к закалке. Так, первый тест. Я вот так его положу и встану. Если он хрупкий, он сломается. Если нет, то нет. Вот я свои 72 килограмма. Попрыгал на нем, он не ломается. Так, теперь что-нибудь пожёстче. Так, я сейчас клинок буду вбивать в блок. Ничего, ничего с ним не произошло. Он даже не погнулся нигде. Сейчас кто-нибудь скажет, боже мой, вообще вы таки мне говорите, это же газосиликат. И это же не нож, где же у него заточка. Если бы нож был бы заточен, ясень хрена и режущая кромка бы у него повредилась, так как сведение-то получается фольга. Я сейчас его в эту бетонную стену кину. Попробую сначала кинуть носиком, а потом плашмя. Два раза кину. Поехали. Кстати, не повторяйте этого. Ничего. Так, вот нож. Хочу показать эластичность его и гибкость. Смотрите, как он гибок. Решил сделать небольшой регрин с клинку перед сборкой. Уж слишком он получился большой и неудобный. Немного сделал его тоньше, уменьшил рукоять, сделал рекаса плавнее, ну и немного заузил. Рукоять будет из самодельной ми-карты. Делал первый раз, ну получилось не прям на 5 баллов, но в общем вы увидите. Она с пузырьками, потом покажу. Сажаю накладки на клей и стягиваю все на штифты. Процесс полировки и шлифовки рукояти я показывать не стал, чтобы не затягивать и без того длинный ролик. Так, чтобы не говорили, что я подменил нож, клинок, я ему регрин делал, потому что он уж слишком громоздкий был, несуразный какой-то. Плюс коцки всякие от этих издевательств. Короче, вот железка, нож. Понятно, что не заточенный, но он бы либо замялся, либо откололся. А тут только следы от железа, с которым он встретился. Это вот железо от него отлетело. Теперь посмотрим, какие зарубы он оставил. Просто он полированный, я больше не хочу его портить, так сказать. Просто поверьте на слово. Дальше будет эксперимент следующего рода. Я просто порежу им канат. То есть прочность вы его увидели, тут сведение не такое уж и большое. Сейчас просто я его затачиваю и канат порежу. Все, погнали. Так, отметил 10 сантиметров от вот этого места, откуда заточка начинается. Пеньковый канат. А, джутовый, наверное. Я забыл, честно. Посмотрите, предыдущий ролик, кому интересно. Я там говорю, что за канат, из скольких он там этих смотан. Тест нарез, можно там будет сравнить. Короче, моя задача просто проверить, как он режет, как долго режет. Мылит или не мылит. Потому что у нержавеек это одна из главных проблем. Короче, финиш у меня заточка 7-5 алмазом. Так, вот практически без усилий. Махну полкиничек. И еще раз на весах. Вот, чтобы не говорили, что я их там как-то держу. Вот. Ну что, погнали. Здравствуйте. 49.50. Перерезает. Так, был 50. Раз. Нажимаем. Здравствуйте. Всё. 50 перерезает так у нас 100 резов 100 резов есть я сейчас водички попью 100 резов есть еще болтинчик махнем поехали 1 50 но резать тяжело он даже нагрелся или меня силы покинули не знаю сейчас увидим еще не провязать с еще разочек все в общем 150 раз отрезал для ножа который может металл рубить который выдерживает нагрузки и в тисках и 70 килограмм когда на нем прыгают когда его в стену метают и блоком рубится я думаю это неплохо присутствует что еще не ржавеет вообще но вот и все ножек готов приобрести вы его сможете на аукционе ссылочка в описании не забудьте подписаться на все ресурсы которые я перечислял ну вот и все дорогие друзья ножик у нас получился готов мне кажется что он просто на ура справился со всеми испытаниями я считаю что в жизни такие нагрузки для ножа никто из адекватных людей не не делает этот нож можно приобрести на аукционе ссылочка будет в описании еще раз хотел бы сказать чтобы мы не потерялись подпишитесь на наш телеграм-канал кто захочет в контакт перейти в дзен там неважно главное в telegram переходите подписывайтесь вот здесь qr-код возможно прилеплю все ребят всем пока не пропадаем до новых встреч